всем привет мы сегодня снимаем вторую часть нашей трилогии про коробку 722.6 и 699 мы с ним будем снимать гидроблок я покажу в деталях что и как еще раз прошу извинения возможно я термина буду кое-где путаться я не профессионал это делаю первый раз надеюсь это видео вам будет полезно сейчас мы будем разбирать откручивать крышку гидроблока я подготовил такое примитивное рабочее место в домашних условиях взял такой органайзера чтобы складывать туда болтики и его застелил чтобы масло не разливалось ну приступим обычно у мастеров есть такие пневмопистолеты которые все это быстро откручивают в принципе не так долго снять это крышки в принципе стандартная процедура которая выполняется на сервисе при смене масла и фильтра в коробке мы используем головку т-30 звездочку так все винтова больше не осталось потихонечку снимаем вот наш поддончик крышечка стружки нет стружки нет ничего нет в принципе все чисто это не знаю хорошо это или плохо будем видеть так далее мы снимаем фильтр возможно попозже я его просто разрежу посмотрим что там внутри можно заметить что фильтре такой небольшой металлический налет такая пыльца но это продукты износа фрикционов и детали они в самом масле вот у нас масло в принципе здесь немного осталось будем снимать сам гидроблок так приступим используем тот же ключ все в масле руки скользят перчаточках делаем все аккуратно потому что нам еще потом собирать масло в принципе здесь не черное и специалисты говорят когда она горит она становится наоборот таким желтоватым и ему тогда присущ запах не очень хороший так вот это плохо звездочка у нас провернулась так один винт у нас не снимается оказалось что металл очень мягкий здесь так что будьте предельно аккуратно если будете разбираться сами и масло как бы усиливает эффект из-за того что скальзывает головка будьте очень аккуратны снимать будем сейчас другие потом вернемся к этому остальные идут нормально почему-то один как назло остался на своем месте очень аккуратно так вот наш последний приятель сдвинулся с места в принципе только он сейчас держит и вот это вот скоба это скоба переключателя ну вот наш паркинг осталось немножко так ну я не думал что вентах будут такие мягкие я думаю это специально такой материал ну вот посмотрим что у нас тут вот так нам пришлось его немножко помять ну ничего так аккуратненько снимаем снимаем гидроплиту так смотрим что тут ой 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 вот что тут пускай стекает пускай стекает потихоньку коробочки всякие номер 33 вот смотрите вам должно быть видно вот так вот этот вот так здесь стоит датчик вращения датчик наверно скорости вращения коробки и он здесь весь в стружке был бывает что они из-за каких-то поломок коробки изнашиваются трутся об части коробки ну ладно сейчас масло сольется продолжим видео посмотрели посмотрели сколько масло там еще в принципе коробки осталось хотя мы его и сливали всяческим способом вон сколько главное все делать аккуратно цвет в принципе нормальный так наш чудо-тазик помогает нам вовсю ну как-то так так продолжаем разбирать гидроблок сейчас нам нужно снять эту электроплату мы достали все соленоиды и в принципе осталось только две вещи которые держат эту плату здесь если посмотреть повнимательнее один такой заусенец оп мы с него снимаем и с второй стороны там где разъем у нас тут такая пластмассовая заглушечка тоже такая оп и электроплата снимается делать нужно аккуратно ничего не сломать масло вытекает так ну вот в принципе смотрим что у нас тут ничего такого интересного мне очень интересно что вот это за штука такая крутится возможно это какой-то поплавок наверное когда уровень масла поднимается что-то задевает или нет не знаю это нужно будет узнать вот так продолжаем разбирать так у нас тут приключилась опять неприятность у нас один винт не открутился пришлось с ним повозиться вот смотрите сколько винтов здесь и вот наш заплавочный смотрите какой пришлось нам с ним повозиться вот резьба сорвалась ну шлиц и что мы сделали если вдруг попадется вам такая вещь взяли вот такую головку и ударами насадили ударами молотка ну нужно аккуратно конечно но у нас вариантов больше не было потому что вот здесь вот вот здесь его не очень удобно не подцепить не не подлезть ударами насадили и выкрутили вот такие дела так теперь пробуем снять гидроплиту вот тут у нас есть какой-то один пунжер как его снять немножко наверное вот эту скобу надо отодвинуть потом его провернуть и достать с таким приятным чувством вылазить смазанный и все там в миллиметр откладываем так мы попробуем ага значит все правильно пару винтов еще я оставил нужно их выкрутить выкручиваем ну вот эту парочку мы выкрутили пробуем поднять вот все так плотненько так все идеально сделано так переворачиваем аккуратно и что мы видим в принципе ничего такого чистенько ничего тут страшного нет вот канальчики но они местами даже идеально чистые откладываем а здесь у нас не очень чисто либо все уже стекло просто нужно это все аккуратно продукты из носа вот эти черные аккуратно запаситесь тряпчиками салфетками терпением конечно так дальше нас будут ждать шарики а тут какие то вот даже похоже не то что на ржавчину накисление желтенькие такие пятна все булькает будьте предельно аккуратны так пробуем поднять эту плиту сколько у нас канальчиков так а где пресловутые шарики ага я вижу так плиту оставляю а вот и шарики смотрите вон они какие то из них пластмассовые какие то из них ну тут вот много черного шарику наверное тяжело здесь двигаться ну как то так совсем туго ну не туго а густая такая жижа темная плотная и так из шариков у нас вот вот один здесь какая то пружинка где еще вот здесь какая то похоже на пружинку еще вот этот шарик вот этот наверное все больше шариков нет будьте аккуратны а нет вот еще один спрятался его не видно какая черная жижа так здесь проверяем нет ничего нет так ну по-хорошему нужно либо зарисовать либо запечатлеть чтобы потом какие то из них возможно металлические какие то пластиковые это тоже нужно быть аккуратным иметь ввиду вот здесь тоже какая то пружиненная что ну попробуем извлечь так сейчас мы будем аккуратно доставать шарики посмотреть запоминать где какой такие мелкие главное не упустить вытираем похож на пластмассовый легкий пойдем сюда дальше у нас идет вот так ну в общем он тоже как будто пластмассовый следующий тоже пластмассовый скрипывает так как пластмассы они лёгкие так положили снимаем еще один достаем так похоже они все одинаковые очень интересно зачем они так и здесь еще пару вещей это вот это вот какой то такой штырь служит служит так же направляющим когда мы собираем металлический металлический так и еще одна пластмассовая вещь не знаю достается вот остается на кружинке номер 3 на ней написано ну какая она интересная так ну с большего сейчас проверяем вот эта вот еще штучка сеточка какая-то похожа на фильтр небольшой и вот еще вот такой же фильтр так что у нас еще осталось проверяем проверяем ничего ничего с этой стороны вроде все число так ну вот у нас произошла неприятность в принципе ничего страшного как оказалось мы стали сливать масло то есть переворачивали эту плиту а вот такие вот шарики начали выпадать их не видно изначально то есть вот эти пластмассовые черные видно а это металлические которые должны были бы где-то быть а вот их не было видно сразу они начали падать их 8 как оказалось мы сначала испугались что мы не поймем куда их засунуть этих дырочек в котором можно засунуть по логике вещей тоже 8 то есть остальные это либо для черных шариков которые мы уже видели либо это просто отверстие для винтов такие дела так что в принципе ничего страшного нет в этом так сейчас мы будем доставать пленжера раскручивать боковины этих гидроплат вот отсюда с этой вот плиты мы достали два фильтра не потеряйте их с такими металлическими сеточками нам понадобится биток на т20 звездочка и будем раскручивать так вот у нас осталось два винта как мы видим тут пружинки уже начинают действовать нужно очень аккуратно это сделать крутить их чтобы оно не все не подстрелило не подскакивало вкручиваем сначала один неплохое давление создает с обратной стороны придерживаем рукой и последний руки в масле скользят немножко так и аккуратно поднимаем вот такие у нас три пружинки нам интересен вот этот пленжер он управляет блокировкой здесь стоит соленоид блокировки так ну пробуем аккуратно достать надеюсь они все одинаковые сравним а вот и нет а очень интересно должны ли быть они одинаковые или нет поэтому очень аккуратно так вот эти два тут как бы два вопроса либо они износились либо они не одинаковые так ну мы видим тоже правая чуть-чуть длиннее буквально там на миллиметр будьте аккуратны вот вот мы достали пружинки и сейчас очень аккуратно вот я такой вот отверточки аккуратненько поддеваю поддеваю через канал и достаю пленжер пленжер номер 1 не знаю как делать это мастера можно можно какой-нибудь наверное по типу присоски оттуда наверное доставать аккуратненько двигаемся даже мне поцарапать не поцарапать а вот и нет вот и нет Так что будьте предельно аккуратны. Какая откуда деталь. Очень важно вот этот вот. Попробуем ногтями достать. Вот наш. Интересно. Вот еще одна пружинка. Такая вот. Планжер управление блокировкой. Так вот мы достали планжера из второго отделения. Вот это вот отверстие почему-то пустое. Не знаю. Хотелось обратить внимание вот на этот. Не знаю как назвать его уплотнитель. Можно видеть следы износа. Не знаю насколько это критично. Но царапины есть. Царапки есть. Вот так. Мы достаем лунжера третьей группы. Делаем тоже все аккуратно. Подпружиненные. Так. Здесь их три. Вместе с пружинками аккуратно. Первый есть. Второй. Они сделаны из какого-то непонятного. Скорее всего металл с каким-то напылением. покрытием. Вот он наш третий. Ничего необычного. Теперь достаем четвертую группу планжеров. Но это уже с другой части платы. Собираем все винтики и болтики отдельно. Здесь у нас четыре пломжера. Как видите. Обратная часть такая. Все в сером налете. Грязь надо очищать. Аккуратно достаем. Один за одним. Не торопясь. Медленно. Так. Все нормально. Откладываем в том же порядке, в котором мы доставали. И в том же направлении. Чтобы не перепутать потом, как вставлять. Вот такой вот. Третий. Места не очень много. Четвертый. Пружинки очень похожи на пружинки из ручек. Обычных. Ага. Значит он не такой немножко. Так же вот такой вот. Не знаю как правильно называется. Тоже видно. Износ. Виден износ. Насколько он критичен я не знаю. Как будто мелкие-мелкие микроцарапины. Такие. Вот мы достаем сам плонжер. Не хочет вылазить. Ну давай. Вперед. Вперед. Есть. Смотрите. Дабы упростить потом сборку, я взял пакетики. Такие, я думаю, можно найти и купить их. И подписал номера. Потом в каждый из пакетиков я складываю плонжер и допустим пружинки, которые вместе с ним идут. И потом по этим номерам буду обратно собирать. И последняя, пятая группа плонжеров. Откручиваем. Придерживаем. Чтоб не улетело. Опять же там сильная пружинка какая-то. Уберю. Так. Небольшие. Трип лунжера. Смотрим. Большая пружинка. Большой плонжер. Самый большой, наверное. Толстый такой. Аккуратно. Достаем оно. Немножко царапается от края. Вот так. Ничего страшного. Достается вместе с пружинкой. Второй. Вот такой вот. Ружинка хорошо на нем сидит. Защелкивается даже. Второй и последний. Опять вот с такой заглушечкой. не покрыто ничем. И царапается. Скорее всего это происходит из-за того что масло с продуктами износов. Износа. Мелкая стружка может быть. Попадает туда и она просто трется. Так. Внешнюю часть. Так. Достаем. Третий. Последний. Ну вот так. Вроде все. Так. Вот я помыл гидроблок. Показать в каком состоянии сейчас. Нужно видеть что каналы чистенькие. У них нету этой вот черной грязи. Разделительная плита тоже чистая. Есть желтые. Такие вот. Не знаю как их назвать. Как будто здесь под высокой температурой или ржавчина. Что-то подобное непонятно. Вторая часть плиты. Все чистенько. Все каналы. Мыл я обычной водой. Потом главное чтобы это все добро не ржавело. Быстренько высушить. Аккуратно. Аккуратно. И сейчас мы будем ее собирать. Обратно. Для этого я купил. Масло. Трансмиссионное. Это якобы оригинал. Просто разлитый из бочки. Литр купил. Вот. Примерно такой. Но плотности. Сейчас главное все аккуратно. Следуя тому алгоритму как мы ее разбирали. Это все собрать. Вот. Я собрал обе плиты гидроблока. Все пленжера на месте. Предварительно как засовывать пленжера я их обмакивал в масло. Смазывал чтобы лучше заходили и потом чтобы не было трения. Так. Сейчас мы будем на место ставить все шарики. Нужно быть предельно аккуратным. И помнить где что находится. Так. Вот у нас есть металлические шарики и пластиковые. Пластиковые они черного цвета. И они идут в следующие пазы. Вот сюда. Далее. Вот сюда. Ну видно такие ямки для них сделаны. Вот сюда. Дальше. Извиняюсь за свет. Его мало. Вот сюда. дальше металлические по 4 с каждого края первый идет вот сюда третий четвертый наверху пазик вот сюда с правой стороны мы кладем 4 металлических вот сюда вот сюда и 2 выше здесь дальше у нас есть вот такие фильтры их помещаем один вот сюда а второй ниже вот сюда остается штырек его обмакиваем масло и засовываем вот этот паз и маленький и знак нажать с пружинкой пластмассовая такая штука она идет вот на это место вот и все ничего сложного осталось залить это все маслом хорошенько и закрутить пока что все вот я залил масло смотрите как красиво получилось масло новое вишневого цвета все красиво аналогично я полил вторую половинку и сейчас буду их соединять масло ушло примерно на эту грамм 150-400 и так гидроплита собрано засунул управляющий плунжер и вот в эти два отверстия нужно поместить сетички аккуратненько засовываем их не знаю зачем они мелкие фильтры вот и все осталось установить электронную плату и соленоиды вот и все осталось установить электронную плату 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 вот и все осталось установить электронную плату